Доброе утро, дорогие друзья! Рады видеть вас, рады приветствовать. Благодарим Господа Иисуса Христа за эту благодать, эту драгоценность, эту возможность общения утреннего Словия. Господи, благослови сейчас эту небольшую мысль. Прославься, Господи, приготовь через это наши сердца к основной пище. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Итак, 12 стих 2 главы Евсиана. Что вы были некогда без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Размышляя над словом услышанным прежде и также над этими стихами, я подумал о такой мысли. «Безгласные идолы или всегда говорящий Господь». Интересно, если подумать об определении язычников, язычники – это народы, все другие народы, кроме евреев. Здесь же подразумеваются под язычниками те, которые поклоняются идолам. И о них говорится здесь, что мы некогда были уведены к поклонению этим идолам. Почему? Потому что были мертвы и были мертвы, как говорится в начале Иоанна 2 главы. Извините, я немного сбился. А теперь стали близки кровью Иисуса Христа. Или иначе говоря, а теперь у каждого есть возможность прийти к Господу Иисусу Христу через жертву Агнца. И раньше мы были мертвы, а теперь у нас есть благодать оживотвориться в нем, как говорится прежде в Иоанн 2 главе. Почему? Потому что Бог богатой милостью отдал Сына Своего для того, чтобы пролилась эта кровь. Для того, чтобы каждый смог прийти к Нему и оживотвориться, принять эту благодать, стать живыми в Господе Иисусе Христе. Мы раньше были нехто далеко от Него, потому что были мертвы. Он был близко всегда, потому что через то, что хотел явить эту весть оживотворения в Иисусе Христе, весть о жертве Господа Иисуса Христа. И теперь мы, принявшие Его, видим совсем другое откровение, видим жизнь и видим то, что Он всегда говорит теперь. Говорит о чем, если взять эту вторую главу в контексте. Он всегда будет говорить нам о богатстве милости Своей, о том, что Он отдал Своего Сына, эта жертва состоялась. И Его великая любовь теперь всегда с нами, что мы некогда были всегда мертвы, а теперь мы всегда живы. Он всегда об этом говорит. А почему всегда живы? Потому что мы с вами благодатью были спасены. И сиение от дел наших, следовательно, делами теперь не можем потерять это спасение и эту вечную жизнь. Слава тебе, Иисус Христос! И то, что можем теперь ходить в Его делах. Я подумал также в свете этой мысли. Сегодня нету таких истуканов или идолов, которым поклонялись раньше. Но есть множество различных предметов, есть множество даже различных роботов, которые человек может сотворить и думать таким образом, что он жив теперь этими вещами, этими устройствами, этими различными предметами, которым может неосознанно поклоняться. Но Господь Иисус Христос приходит к человечеству через церковь и, посмотри, говорит, Вот она жизнь. Не у безгласных идолов, а у меня, для того, чтобы ты теперь смог всегда слышать, как будет являться голос Иисуса Христа через церковь, через проповедников. Это подобно свече, которая никогда не угасает. Свеча горит, горит и никогда не угасает. Мы слышим, как Он всегда говорит в песнопении, мы слышим, как Он всегда говорит в проповеди. И мы слышим даже тогда, когда мы наедине, что Он всегда говорит. Каким образом? Есть эта свеча, всегда не угасающая. Это Дух Святой в нас, который верен напоминать нам и говорить нам все то, что сотворил Господь Иисус Христос. О том, что жертва состоялась на кресте, о том, что кровь была пролита, о том, что мы стали настолько близкими к Нему, а потому, что Он живет в нас, и мы благодарим Господа за Его богатство милости, за Его великую любовь, за то, что Он всегда теперь будет говорить. Аминь. Благослови вас, Господь. Спасибо. Аминь. Спасибо, пастор Нурлан. Теперь у нас всегда говорящий Господь. Кровью Иисуса Христа мы близки. Мы приходим, и Он оживотворяет нас Своим Словом. Все это происходит на основании жертвы Иисуса Христа. Мы живы в Иисусе Христе. Мы желаем дарить Иисуса Христа. И мы ходим в Его делах оживотворенные, славящие, призывающие. О, слава Тебя, Господи! Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это чудо, которое происходит сейчас. Сейчас мы в Духе осознаем, насколько велики те подвижки, которые происходят от живого Слова Божьего. Как действительно животворящий поток Твоей духовной живой реки проникает в наши умы и наполняет. Мои благодарны, Господь, за это чудо, оно от Тебя, воплощение Твое в нас, действия Твоих дел, Твоих смыслов. Благодарим Тебя за песнопение, за слово вступления. Благослови эту порцию, Господи. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Итак, у нас сегодня 58-е слово посвящения по первому посланию Коринфянам. Мы находимся с вами в 12-й главе. Сегодняшняя наша порция будет с 7-го по 11-й стихи. Это говорит Дух Святой через апостола Павла. И Дух Святой любуется завершенной работой Иисуса Христа. Это Дух Радости. Это Дух, наблюдающий, как оживотворяется наша жизнь. То, что было когда-то предано безгласам и идолам. Теперь хвалит Господа Иисуса Христа. Итак, 7-й стих. Каждому верующему, то есть тот, который принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Почему мы так акцентируем? Потому что о христианстве можно говорить долго, не упоминая главной личности. Я это не говорю в осуждение. Это как призыв. Это призыв чада Божьего, которое было спасено Иисусом Христом. Каждому верующему дается проявление Духа на пользу. Какая польза? Я бы сказал, пятикратная. Польза для самого, исповедующего Иисуса Христа и пользующегося проявлениями Духа. Мы ободряемся. Мы сразу же находимся в духовных реалиях. Мы по-другому себя чувствуем, ведем. Но это первое. Для нас самих. Он в нас. И Он действует так, чтобы мы были таким образом задействованы. Второе. Это для церкви. Потому что... Но кто еще мне скажет в этом мире ободрительные слова по Библии? Ободрительные слова в Духе Святом, восхваляющем Иисуса Христа. Только братья и сестры. Я помню, когда мы приезжали в Балтимор, и очень часто видели, как верующие передают друг другу карточки. Такие небольшие. Это как визитки. И нам тоже. И вот ты берешь такую визитку. Это визитка Христа. И там написана определенная мысль. Цитата. Я уверяю вас, что это сразу же привлекает внимание человека к Иисусу Христу. Мы с вами являемся теми, кому Бог дает дары, и они на пользу телу Христову. Третье. Эти дары на пользу миру. Вот окружающему миру. И мы могли бы включить туда, но не совсем корректно, туда нашу семью. Семья, наша личная семья, она больше это относится прямо к тебе и ко мне. Я имею в виду, это те родные и близкие, за кого ты молишься и очень часто, и видишь рост. И для них этот дар, и для мира этот дар. А еще. Первое Петра, первая глава, 12 стих. Ангелы наблюдают за нашими жизнями. И они настолько внимательны к тому, что происходит в наших жизнях, потому что в этих жизнях проявляется Иисус Христос. И вот Дух Святой дает дар. Мы говорим, слава тебе, Христос! Ангелы, седьмая глава книги Исаии. И когда Исаия оказался в престольном зале, то он услышал. Увидел трон и увидел серафимов, которые говорили «Свят, свят, свят!» Господу, который сидел на троне, Иисусу Христу. Почему они говорили «Свят»? Потому что Исаия оказался там, откликнувшись на призыв Бога. Ангелам было сказано, мы пригласим давайте Исаию. Например, это я говорю. Хотя это реальность. И Исаия оказывается вместе с ними. И они говорят «Свят, свят, свят!» Они знают что-то еще об Исаии. О чем сам Исаия не знает? Происходит такая вещь. Исаия, оказавшись там, в престольном зале, растерялся. Я нечист. И Бог посылает серафима, чтобы тот взял уголек с жертвенника всесожжения и прикоснулся к устам Исаия. Исаия тут же забыл про себя, про свой народ. Он внимательно слушает, что говорит Иисус. Что делают серафимы свят, 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 свят. Потому что ангелы. Потому что ангелы очень хорошо знают и то, как они служат нам, и мы, бывает, противодействуем. А здесь одно прикосновение по предложению Господа. И все состоялось. Господь говорит задачу. Слушают серафимы, ангелы. Кого нам послать? Ангелы ждут. Исаия говорит свободно, как один из них, принадлежащий небесному царству. Пошли меня. Пошли меня. Послать зачем? 55-я голова. Исаия. Восьмой стих. Практически про возглашение там звучит. Люди. Мои мысли. Не ваши мысли. И мои пути не ваши пути. Это как небо и земля отличаются. И в этот момент, когда можно было бы всем, как и Исаия, сказал, я нечист. Но вот Бог говорит дальше. И я посылаю слово мое. Да, да как послал. Христос пришел. И это мы с вами все благодаря Духу Святому и воспринимаем, используем, говорим и на пользу, и ангельскому миру. Кроме того, и еще другому миру, которому было сказано в Бытие, в третьей главе, пятнадцатом стихе, змею и его воинство. И его воинство, они сокрушены. Кто мы такие? Мы находимся на земле, в атмосфере которой происходит движение. Оно названо в Ефесянах, в второй главе, втором стихе. Это ангел, то есть князь, господствующий в воздухе, противник Иисуса. И он закладывает в людей, которые находятся на земле, неповиновения. У них много проблем, но в проблемах они не говорят «Иисус Христос, помоги». Они говорят другое, что мне делать. И вот мы с вами, облеченные проявлением Духа Святого, делаем это на пользу мира, что должен замолчать этот князь, господствующий в воздухе. Он не может. Его Слово никак не выше Слова Иисуса Христа, Слова Духа. Удивительные события происходят. И всё это на пользу, пятикратно. Восьмой стих. «Одному даётся Духом Слово мудрости». Мы говорили уже об этом, но тем не менее. А я помню, когда в один из приездов в Балтимор я услышал с кафедры такие слова. Вот я прихожу в церковь Грейта Грейс, то есть Большая Благодать, и слушаю проповеди пастора Стивенса. Уже много лет. И они всё время одинаковые. Правильно. Потому что это поёт наша душа в Духе Святом прославление Господу Иисусу Христу. А разве другого нет? Нет, это мудрость. Это мудрость. Дальше говорится в восьмом стихе. «О другому даётся Слово знаний». Мы также говорим о знаниях об Иисусе Христе. Для того, чтобы люди имели чёткое направление чтения и понимания Библии. Иисус сказал об этом в Евангелии от Иоанна в пятой главе. Читайте Писание, исследуйте. Только вот когда вы сами исследуете их, вы думаете получить вечную жизнь. А Писания говорят обо мне. Это особенное знание. И когда мы с вами собираемся вместе – это первое послание к Коринфянам, вторая глава, шестой стих – мы говорим мудрость, но не мудрость этого мира. И там можно было бы сказать, мы когда собираемся вместе, это знание, это логос, знание, гносис. А под воздействием Духа Святого это превращается в ремом. Или же, как словами апостола Петра, в шестой главе, шестьдесят восьмом стихе говорится о том, что «А куда нам идти? У тебя все глаголы жизни». Это ремы. Глаголы жизни – это слова, которые привлекают, убеждают и действуют. Ремы – это практическое использование слова. Слово мудрости, как Петр замечательно сказал, когда в шестой главе книги «Деяний» возникли сложности. Сложности при служении хлебами вдовицам. И были две категории вдовиц в церкви. То есть вдовица – это женщина, которая потеряла мужа, и у неё нет средств к существованию. Работал муж, она по дому. Это обыкновенная история была. Это были большие сложности. И для них устроили вот такие бесплатные обеды. Они приходили. Замечательно! Радуйся! Но происходило следующее, что вдруг те вдовицы, которые были из грекоязычных и не знали иврит, они смотрели на ту пищу, которую давали иудействующим, то есть знавшим иврит, вдовицам. Они видели различия. Это беда, конечно, беда. Неправильно. И тут же произошла коррекция. Были назначены диаконы, служители, которые будут заботиться о столах. Но эти диаконы также всегда присутствовали на занятиях. А апостолы будут заниматься изучением слова и преподавать. Духовная мудрость, духовные знания. А диаконы, которые слушают эти знания, заботятся о церкви. И потом выходят на улицу, переполненные знаниями и мудростью, как мы с вами. И говорят о чем? Об Иисусе Христе. Это наша жизнь. Если мы посмотрим на такую фразу Иисуса Христа, запомните ее. Да вы знаете. Иисус говорит в 10 главе Евангелия от Иоанна, в 10 стихе. В начале он говорил, что всякий, кто стремится попасть к овцам, но не имеет на то права, только пастух имеет право. Он старается перебраться через забор. Для чего? Почему бы не стать пастухом? Потому что пастух, вот Христов пастух – это человек, который заботится о благосостоянии духовном, овечек. И вот оно, благосостояние. В 10 главе, 10 стихе. Враг, то есть дьявол, демоны, имеет задачу. Он приходит к овечке, чтобы украсть, убить. И погубить. Украсть что? Украсть время, украсть исповедание, радость. А без Христа мы с вами становимся людьми, которые собирают в этой жизни дерево, сено и солому. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 13 стих. Бог предлагает в Иисусе Христа, исповедуя Иисуса Христа. Когда мы получаем золото, его царственность, его могущество, дунамис духовное, в котором мы не спорим, в котором мы с великой любовью передаем Слово Божье. Еще раз повторяю. Мы встречаемся с людьми. У нас есть золото, есть серебро. И это искупительная жертва Иисуса Христа. Представляете, вы говорите, человек, вот в Библии написано, что верующему в Иисуса Христа дается золото, серебро, драгоценные камни. Хотите, я вам расскажу, что это такое? А также человек может идти по своей жизни, быть верующим, но не верить. Или слабо верить. Или же там-там-там-там-там-там, как о перекате поля. Дерево, из дерева многое можно сделать. Солома, сено. Тоже можно применить. Но это сгорит. Получается следующее, что знания, которые верующий человек мог бы получать, принимая золото, серебро, драгоценные камни, это доктрины, Господи, это знания. У нас есть такой дар. Всякий, кто обучается, прогрессирует, любит Слово Божье, он имеет этот дар. Дар золота, серебра и драгоценных камней. И он использует. Тот, кто еще не верит, враг пытается ему подложить другие. Вещь. И мы подходим и помогаем, и обучаем человеку. Девятый стих. «Иному тем же духом дается вера». Мы с вами слышим Слово Божье. И чем больше мы его слышим, тем крепче наша вера. А это обозначает, что со временем наша вера смотрит из нашей жизни дальше. Из нашей церкви дальше. А куда, что это за дальше? Вам не приходилось попадать в такую неприятную ситуацию? Вы сели не на тот автобус. Задумались. И вот уже остановки. И вы, оказывается, не там сидите. И что вы будете делать? Извините. Можно сетовать на то, что произошло. А можно сказать, а, интересно. А я же могу здесь поделиться богатством, которое есть? Я делал так в Москве. Когда приехал, и пастор Матерь передал мне просьбу, что было бы здорово в Москве возродить церковь Грейта Грейс. И вот я, ну, я в Москве был наездами, не знал. И вот думаю, как я буду это делать? Ну, можно было бы сказать, ну, опыт же у тебя есть. Да, нет, одну секунду. Я обращаюсь к Господу. И Он даёт мне замечательный вариант. Вот твоя остановка метро Тульская. Поезжай по этой ветке на одну станцию. Выходи и там евангелизируй. Разговаривай с людьми. Я так делаю. Следующий раз. Чуть-чуть дальше. И таким образом, вся эта ветка, она становится, у тебя там знакомых полно. Так и есть. Так и есть. Что же это такое? Мы слышим Слово Божие. И чем больше мы слышим Его, тем крепче вера становится. И мы по этой вере, во-первых, больше слышим от Бога, потому что каждый из нас евангелист. Каждый из нас является учителем. Я имею в виду, ну, в потенциале. Вы обязательно в семье обучаете, или же ваших соседей по телефону, если не говорите о дереве и сене и соломе. Это, ну, любые разговоры без Христа – это дерево, сено и солом. Вера ваша, отслышание Слова Божьего ведёт к тому, чтобы вы поделились. Дальше. Дары исцеления тем же духом. А вы молитесь за исцеление. И по просьбе, и зная, что тот человек, допустим, находится в немощи, молитесь за него. Произойдут события удивительные. Удивительные. Кому-то из тех, кто страждет, придёт человек, способный направить к хорошему доктору. Это всё ваша молитва. Это действие Духа Святого. Это ободрение для вас. Ободрение для других. Для церкви. И так далее. Дары исцеления. Причём, когда мы приезжаем в другое место, где люди только впервые встретились с верующими, или же такое событие становится, ну, основополагающим для их веры. И потом идёт слово «исцеление». А потом мы слышим результат. Приезжайте ещё. Столько много были исцелены. Ведь когда мы не имеем обратной связи, мы не знаем об этом. А когда приезжаем снова, они говорят, и вот здесь, и в этой, и в этой семье произошло. Десятый. Иному чудотворению. Чудотворение может быть как положительного характера, а может быть и отрицательного характера. Например, отрицательного характера, но для укрепления церкви было дано чудотворение Петру. Когда в шестой главе он сказал о Нане и Сапфире, о том, что вы что делаете? Вы лжёте Духу Святому. И тот, и другой погибли. Для людей это было удивительное событие. Это привело к укоренению в здравости в Иисусе Христе, доверии. Не надо этим играть. Другие чудеса – это чудеса, ну, например, домоустроение. Одна женщина пришла в слезах. Муж ушёл. Высокопоставленный человек. И сказал, нет, всё, я ухожу к другой. И мы молимся с ней. Она приходит радостно на следующее. Муж вернулся. Здорово, слава Богу. От счастья, что он вернулся, она перестала приходить в церковь. И вот она в слезах. Он ушёл. Так было несколько раз. В церкви он с ней. Не в церкви он становится объектом атаки. Господь показывает ей это чудо. Присутствие её в церкви для того, чтобы передать мужу это чудо. Иному, 10 стих, иному – пророчество. Когда мы с вами смотрим на нашу жизнь, мы являемся… Пророчество – это и говорить о будущих временах, а также и говорить Слово Божие. Мы пророчествуем. У нас есть этот дар. Дар – раскрывать смысл Слова. Дар – говорить о будущих временах. Иному – развлечение духов. Книга Деяний, 16 глава, по-моему, когда апостол Павел идёт по Филиппам, и вот он проповедует Слово, люди слушают, к ним пристала одна молодая особа. И как только он начинал говорить, то эта особа зычно так произносила «Слушайте их! Они посланники от Бога! Говорят о спасении!» И Павел думал, интересно, она говорит вроде бы правильные слова. Но как только начинаю проповедовать, она опять забивает мои слова тем, что провозглашает. «Развлечение духов». Он понял, что там нечистый дух. И он запретил. И всё, прекратились эти сцены кликушества. Следующее. «Иному» даёт дух разные языки. Знамение или дар говорения на языках – это дар, знамение, привлекающего внимание. И это временное. Но человеку нравится так говорить. Правда, он сам не понимает, о чём он говорит. И поэтому ему нужен истолкователь. А иному – истолкование языков. Представьте, к вам приезжает в церковь замечательный человек, верующий. И он начинает говорить на незнакомом языке. Например, японском. И вы слушаете, и поначалу вам нравится. Потому что это приятно слушать мелодику другого языка. Но ничего не понятно. И такие знаковые события, они происходили в то время. Но, естественно, главное для человека – это получить осмысленное Слово Божье. Кто-то, кому-то хочется разговаривать, иметь этот дар. и потом провозглашать другим. А у меня есть это. И он начинает говорить, сам не понимает. И вообще, этот дар, если мы возьмём по контексту Библии, он относится к иностранным языкам. Те, кто говорили в день Пятидесятницы, то они говорили на иностранных языках, не учившие их. Это дар временного характера. Итак, чтобы рассказать кому-либо о Евангелии, и Бог давал такой дар. Это было знамение, чудо для того, чтобы люди привлекались к Евангелию. А если человек хочет сказать на каком-то языке своего представления, остерегайся, потому что это может быть и из другого источника. Или у тебя должен был истолкователь. Все же это одиннадцатый стих производит один и тот же дух, разделяя каждому особо. Тебе вот это, а тебе вот это. Драгоценные верующие горницы в Иерусалиме, выходите, вы сейчас будете петь о великих делах Бога. Это был день Пятидесятницы, и они пошли, а в это время приходило очень много гостей из других провинций Римской империи, евреев, только они знали свой язык, то наречие, где они жили, и греческий, может быть. А им стали проповедовать на их языке, на речи. Они были так удивлены. Господь помогал, благословлял их. Каждому отдельно это тебе пригодится, это тебе пригодится, это твое. И в конце концов вырастали пасторы, учителя, евангелисты, проповедники, идущие по всему миру и облеченные этими удивительными духовными дарами. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это чудо, чудо даров Духа Святого, которые мы испытываем и видим в это проявление в церквах. Мы благодарим тебя за мудрость, благодарим тебя за знания, благодарим тебя за чудеса, за исцеление. Слава тебе, Господь! Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Скажите слова простой молитвы. Примите Иисуса. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову, приведи в живую церковь. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Богу.